МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. В Воронеже, как и по всей стране, 7 октября стартует акция «Монетная неделя». Не квартира, а музей. Колокольная галерея воронежского коллекционера Юлии Чуриловой насчитывает более полторы тысячи экземпляров. В 2023 году Воронежская область произвела сельхозпродукции на 356,5 миллиардов рублей. Итоги 2024 года вряд ли будут такими же. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Бразилия. Президент Бразилии Луис Энасио Лула Дасилва в воскресенье посетил избирательный участок в Сан-Бернардо-Ду-Кампо, чтобы проголосовать на выборах мэра города. Он назвал выборы самым необычным моментом, когда народ может сказать, чего он хочет, как он этого хочет и почему он этого хочет. По имеющимся данным на пост мэра города претендует 5 человек, а на место в городском совете 571 кандидат. Тунис. В воскресенье десятки людей пришли на избирательные участки в Тунисе, чтобы отдать свой голос за следующего президента Туниса. Глава избирательного участка Мохаммед Джуни заявил, что работники наблюдают хорошую явку. Однако один из местных жителей оказался с этим не согласен. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закрылись в 18.00. Тунисцы, живущие за границей, получили возможность проголосовать раньше, начиная с пятницы. В выборах участвуют три кандидата. Действующий президент Каис Сайт, генеральный секретарь националистического народного движения и бывший член парламента Зухаир Макзауи и находящийся в заключении бизнесмен Аячи Замель, которому предъявлены обвинения в подделке одобрительных документов. Опросы показывают, что лидирует президент Сайт, который в 2019 году получил 73% голосов после ухода из жизни президента Беджи Каида Эссепси. Бангладеш. Улицы Даки по колено затоплены водой после проливных дождей, обрушившихся на Бангладеш в выходные. Метеорологическое управление объявило в субботу круглосуточное предупреждение о сильных дождях в районах Даки, Майменсингха, Силхета, Баришала и Четограмма, предупреждая о проливных дождях, наводнениях, оползнях и отключении электричества. Тем временем власти Бангладеш сообщают о пяти погибших, а более 100 тысяч человек оказались в затруднительном положении в результате последних разрушительных наводнений, обрушившихся на страну. В августе по меньшей мере 70 человек погибли в результате катастрофических наводнений, вызванных муссонами дождями, которые обрушились на восточные районы Бангладеш и нанесли ущерб на сумму около 1,20 миллиарда долларов. Филиппины. В понедельник филиппинские военные провели маневры с участием боевых машин «Амфибии» в регионе «Замбалес». Тренировка прошла в преддверии многосторонних военных учений «Командак», в которых также примут участие Япония, Корея и США. Незадолго до этого филиппины провели в Маниле военную ярмарку, на которой сотни международных оборонных подрядчиков продемонстрировали свои инновационные предложения. Общей сложности в манильской выставке приняла участие 291 компания, решившая воспользоваться растущим разрывом между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море. Филиппины продолжают модернизировать свои вооруженные силы в условиях растущей напряженности в Южно-Китайском море, тратя на это миллиарды долларов. При президенте Фердинанди Маркосе-младшем филиппины вышли за рамки традиционного союза с Соединенными Штатами и активизировали партнерство в сфере безопасности с такими странами, как Япония и Австралия. В августе этого года Филиппины, США, Канада и Австралия провели первые совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море с целью повышения оперативной совместимости. Учения, направленные на защиту судов в Южно-Китайском море, длились два дня. В них были задействованы подразделения военно-морского флота и авиация. Объединенные Арабские Эмираты и глава МЧС России Александр Куренков ознакомился с пожарно-спасательной инфраструктурой Эмиратов в Абудабе в воскресенье. Эмиратские огнеборцы на полигоне отработали ликвидацию пожаров в многоквартирных домах на газо- и нефтехранилище. При возгорании химических веществ и ДТП. Сотрудничество между нашими чрезвычайными службами перспективное. Эмиратские коллеги заинтересованы в опыте российских спасателей, процитировала слова Куренкова пресс-службы МЧС России. Глава ведомства также принял участие в заседании управления гражданской обороны Абудаби. Куренков прибыл в Эмираты с двухдневным рабочим визитом в воскресенье. Ливан Цахал нанес более 30 авиаударов на рассвете в воскресенье, в том числе по зданиям рядом с дорогой, ведущей в международный аэропорт Бейрута, сообщило Ливанское государственное национальное агентство новостей, назвав ночь с субботы на воскресенье самой жестокой ночью с начала агрессии. Удары были нанесены по заправочной станции на дороге в аэропорт зданию на улице Аль-Барджави в Габири, районам Аль-Сафаир и Бурдж-Аль-Бараджнех, Чуифат, Американскому кварталу, а также окрестностям Лейлаки, Аль-Мрайджа, Харет-Хрейк. Армия обороны Израиля объявила рано утром в воскресенье, что нанесла удар под террористическим объектом Хизбаллы в Бейруте. Пресс-секретарь Ави-Чай Адраин заявил, что самолеты ВВС Израиля, руководствуясь точными разведданными, нанесли серию авиаударов в районе Бейрута, поразив несколько складов оружия и другие объекты террористической инфраструктуры. Перед ударами Цахал разослал жителям Южного Ливана в атакованных районах уведомления о необходимости держаться от объектов на расстоянии не менее 500 метров. В понедельник, 23 сентября, Цахал объявил о начале операции «Северные стрелы», цель которой позволит десяткам тысяч жителей Севера Израиля вернуться в свои дома. Израиль начал ограниченное и целенаправленное наземное вторжение в Ливан во вторник после более чем недельных авиаударов по целям Хизбаллы в Южном Ливане. По данным Министерства здравоохранения Ливана, на момент публикации статьи в результате этих ударов погибли более 1300 человек и более 8000 получили ранения. Напряженность в Южном Ливане впервые обострилась в середине сентября после массовых взрывов пейджеров и портативных радиостанций, принадлежащих Хизбале. Группировка ведет приграничные обстрелы с Израилем с начала войны в Газии в октябре 2023 года. Израиль. Премьер-министр Израиля Бенгамин Нетаньяху обрушился с критикой на призыв президента Франции Эммануэля Макрона ввести эмбарго на поставки оружия в Тель-Авив, подчеркнув в воскресенье, что Израиль победит с их поддержкой или без нее. Нетаньяху заявил, что Израиль защищается на семи фронтах от врагов цивилизации, пояснив, что Израиль борется с Хизбалой в Ливане, Хамасом в Газе, Хути в Йемене и шиитскими ополчениями в Ираке и Сирии. Премьер-министр настаивает на том, что все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Выступая на 19-м саммите Франкофонии в субботу, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что 88 участников коллективно призвали к немедленному прекращению огня в Ливане, добавив, что группа организовала конференцию в знак солидарности с Ливаном, которая состоится позднее в этом месяце. Венгрия. Тысячи демонстрантов собрались в субботу перед штаб-квартирой государственной телекомпании MTVA в Будапеште, чтобы выразить протест против правительственной пропаганды на митинге под руководством оппозиционной партии. Митинг был создан партией уважения и свободы. Демонстранты потребовали от вещателя честного и непредвзятого освещения политических событий, поскольку некоторые критики утверждают, что на MTVA выступают только политики из администрации премьер-министра Виктора Урбана. По данным местных СМИ, лидер оппозиции Петер Мадьяр потребовал отставки директора общественных СМИ и осудил отсутствие оппозиционных политиков на национальном телевидении. По сообщениям, он также призвал канал показать митинг в неотредактированном виде. В последние месяцы партии уважения и свобода пользуются растущей поддержкой в Венгрии, что в значительной степени объясняется ее взглядами на консервативную политику премьер-министра Орбана за 14 лет его правления. Босния и Герцеговина. По меньшей мере 18 человек погибли, более десятка числятся пропавшими без вести из-за наводнений и оползней в центральной части Боснии и Герцеговины. В стране объявлено чрезвычайное положение, сообщают СМИ со ссылкой на местные органы власти. По данным Министерства транспорта и коммуникации страны, дороги, мосты и железнодорожные пути оказались затопленными или разрушенными. В Министерстве здравоохранения уточнили, что в пострадавший район отправлены необходимые медикаменты, противостолбнячная вакцина и питьевая вода. По данным Министерства внутренних дел Боснии и Герцеговины, в воскресенье в страну прибыли спасатели из Хорватии, Сербии и Словении. Помощь предложили также Черногория, Северная Македония, Польша, Чехия и Турция. Глава ведомства Рамо Исаак также добавил, что людям, потерявшим кровь, предоставят жилье и питание. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года. На высшем государственном посту он встретит личный праздник уже в 21 раз. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 700 квадратных метров в торговом центре Каспийска в воскресенье. В 12.19 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании Пир в городе Каспийск по улице Кирпичное, шоссе 13. По прибытии пожарных расчетов пожарно-спасательной части номер 10 горением охвачен второй этаж трехэтажного здания. сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. В пресс-службе МЧС России добавили, что при ликвидации возгорания пострадали трое огнеборцев. Их госпитализировали с ожогами. Позже в ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован. В тушении участвовали 78 специалистов и 23 единицы техники. Национальный конкурс красоты Мисс Россия 2024 состоялся в субботу в подмосковной Барвихе. Титул главной красавицы страны в этом году получила 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Победительница приняла корону из рук Мисс Россия 2023 Маргариты Голубевой. По информации организаторов, девушка учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Считает маму своим главным вдохновителем и мечтает съездить в Карелию. Первой и второй вице-мисс стали Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. Национальный конкурс красоты проводят отборочные туры в 85 субъектах России. Ежегодно в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек. В ноябре россиянка представит страну на конкурсе Мисс Вселенная, который пройдет в Мексике. Новости нашего региона. В Главном управлении МЧС России по Воронежской области выясняют причины крупного пожара в Новоусманском районе. Там, на территории промышленного парка, загорелся склад. Черный, густой столб дыма можно было увидеть за много километров. На территории промышленного парка в Новоусманском районе горел склад, в котором хранились изделия из пластика. Для тушения пожара потребовалось 28 единиц техники и 88 человек. Спасатели справились с огнем, полыхавшим на площади в 2000 квадратных метров и смогли не допустить возгорания газораспределительной станции, находившейся рядом с местом происшествия. В Воронеже, как и по всей стране, 7 октября стартует акция «Монетная неделя». Население сможет наконец избавиться от скопившейся у них мелочи. А Банк России вернет металлические деньги в оборот и сократит расходы государства на чеканку новых монет. «Монетная неделя» продлится две недели с 7 по 20 октября. Взамен с данной мелочи можно получить бумажные банкноты или деньги на личный счет. Список банков и магазинов участников акции можно узнать на сайте монетнанеделя.рф. Мелочь можно сдать без комиссии. В Воронеже ее будут принимать 96 организаций. Антон в «Монетной неделе» участвует не в первый раз. Мелочь ему помогла насобирать бабушка. Узнал я об этой акции в социальных сетях. Решил участвовать, потому что участвовал в прошлом году. И мне это очень понравилось. Во-первых, откуда у меня взялась мелочь? Это очень интересная история. Зимой я пришел к бабушке. У нее была гора мелочи. Десятикопеечные монетки, рубли, десяточки. Я спрашиваю, откуда у тебя это? Она говорит, знаешь, внучок, я не воспринимаю банковские карты. Хожу на рынки и мне выдают сдачу. Я говорю, а зачем же она тебе нужна? Вот копеечные, вот такие вот маленькие монетки. Она говорит, хочешь, мы можем с тобой сделать так, что соберем целую копилку. Обмен я совершил на памятные монеты. Получил две памятных монетки. И мне зачислили деньги на карту. Акция принесла плоды, поэтому и проходит в России уже третий раз. Каждый раз монет на неделе позволяет вернуть в обращение около 20 миллионов рублей. Основная цель акции состоит в том, чтобы та монета, которая скопилась у населения в карманах, в копилках, чтобы она участвовала в организованном наличном денежном обороте, чтобы она использовалась по назначению, а не лежала без дела или применялась для поделок или еще других нужд. Монета нужна и банкам, и магазинам для того, чтобы совершать расчеты с населением. Банки совершают выдачи вкладов в население, магазины осуществляют сдачу за покупки, поэтому монеты необходимы именно в организованном банковском обороте. В обычные дни за обмен монеты на бумажные купюры банки могут взимать комиссию. Во время акции данной операции проводится без комиссии, но мы рекомендуем не накапливать монету, а использовать ее за расчеты товара и услуги, то есть пускать ее в организованный наличный денежный оборот. Только в мае этого года воронежцы сдали в банке миллион монет. В целом же по России граждане принесли мелочь на сумму 135 миллионов рублей. Олеся Лисек, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Воронеж-Стат отчитался о подорожании за последнюю неделю. Выросли цены на бананы и твердый сыр. Дешевле стали сезонные продукты. Цены упали на них почти на 5%. Яблоки можно купить за 100 рублей килограмм. Дешевле стали картошка, капуста, свекла, сосиски, колбасы, сахар, мука и рис. Зато часть других продуктов примерно выросла на те же 5%. Это бананы, сливочное масло, твердые сыры, свежее мясо, хлеб и молоко. Олеся Лисюк, 41 канал. В 2023 году Воронежская область произвела сельхозпродукции на 356,5 миллиардов рублей. Это третий показатель в стране. Итоги 2024 года вряд ли будут такими же. Ведь в регионе уже дважды вводился режим чрезвычайной ситуации. В мае из-за заморозков, а осенью из-за засухи. Во времена советской власти в сборе урожая участвовали практически все. В села приезжали миллионы горожан. Не по своей воле, конечно. Когда наступал сбор урожая, то мобилизовывали и студентов, и школьников, и военных, и вообще всех, кого могли только мобилизовать. Для того, чтобы собрать, сохранить этот урожай, это была такая, наверное, стратегическая задача государства. Тем не менее, все равно выбор на прилавках был весьма и весьма скромный. Да, мы можем говорить сейчас, что цены были ниже, и доступность была, покупательная способность у людей соответствовала тем ценам, но на самом деле выбор был крайне скудный. Сейчас сельхозпредприятие обходится своими силами. Мобилизация не нужна. На рынках и в магазинах есть практически все. Однако, неожиданные майские заморозки, а затем месяцы без дождя привели к значительной потере урожая. Я думаю, что на прилавках мы увидим все, как и было, а цены, к сожалению, будут в большее. Ну, объективно, если мы говорим о тех же яблоках, которые у нас выращивают здесь, то ранние заморозки побили этот урожай, и яблок у нас своих, ну, если не сказать нет, то недостаточно, чтобы всех обеспечить. Дефицита яблок, конечно же, не возникнет. Уже заключены контракты на их поставку из Армении и Азербайджана. Однако, их цена, с учетом логистики, будет немаленькой. Но помимо природных катаклизмов, на стоимость продовольствия влияет и непрекращающийся рост тарифов, в особенности на электроэнергию. Ведь каждое повышение производитель стремится компенсировать, закладывая это в цену товара. Сейчас мы видим, что рекордно подорожала картошка. Пожалуй, это один из самых подорожавших продуктов на 84% выросла цена картошки. И сейчас, по идее, она должна была бы упасть, но, к сожалению, не падает, в том числе из-за неблагоприятных природных условий. Картошки в этом году поменьше будет. На всех хватит, но поменьше. А раз поменьше, то цена будет держаться выше. Ну и, конечно, поскольку мы ее везем из достаточно дальних регионов, то логистика, подорожавший бензин, скажется на этом. Природные аномалии в этом году затронули не только наш регион. Например, Оренбургская область лишилась значительной части урожая из-за небывалого паводка. Сельское хозяйство всегда будет рискованным, но таким важным для государства бизнесом. И помочь ему двигаться в правильном направлении может только одно. Нужно больше профессионалов. Поэтому стали появляться агроклассы, стали уделять больше внимания аграрным вузам. То есть там, где могут быть выпущены специалисты высокого уровня, которые могут внести вот этот свой вклад в решение продовольственной безопасности. Потому что сельское хозяйство это в первую очередь продовольственная безопасность, ну а во вторую это, конечно, деньги. И этих денег аграрии в Воронежской области, произведя продукции в 2023 году, заработали более 356 миллиардов рублей. Это третий показатель в стране после Краснодарского края и Ростовской области. Но там и площади под сельхозугодие больше, да и климат принципиально другой. Итоги 2024 года, вероятно, будут ниже. Но для обеспечения населения региона продовольствием собранного урожая хватит. Воронежстат рассказал, как обстоят дела с мясным производством в нашем регионе. В Воронежской области в 2023 году содержалось почти 450 тысяч голов крупнорогатого скота и 2015 голов свиней. На убой было произведено мясо скота и птицы 672 тысячи тонн. Из общего объема в сельскохозяйственных организациях произведено 87%. Производство мяса скота и птицы на убой составило 672 тысячи тонн. Из них в сельскохозяйственных организациях произведено 87,5% от общего объема. За 2023 год отгружено мясной продукцией на почти 80 миллиардов рублей. Все мясные предприятия региона произвели 27,5 тысяч тонн говядины и телятины, что почти в два раза выше уровня 2022 года. Произведено 216 тысяч тонн свинины. Мы на третьем месте по объемам производства этого вида мяса в Центральном федеральном округе. На 9% в 2023 году увеличилось производство колбас и составило 14 тысяч тонн. Из них 53% – это вареные колбасы и 42% – копченые. Согласно данным Воронежстата, один житель региона за год съедает 25 килограммов мяса птицы, почти 20 килограммов свинины, 10 килограммов колбасы, 8 килограммов готовых блюд и детского питания с преобладанием мяса и мясопродуктов, 6 килограммов субпродуктов и 6 килограммов мясных полуфабрикатов и готовых изделий, 5 килограммов сосисок и сарделек и всего лишь 3 килограмма говядины или телятины. Основные покупатели воронежского мяса – Китай и Белоруссия. Не квартира, а музей. Колокольная галерея воронежского коллекционера Юлии Чуриловой насчитывает более полторы тысячи экземпляров. Колокольчики из бронзы, фарфора, стекла, глины, дерева. Авторские работы, а также привезенные из разных уголков России и мира. Уникальную коллекцию колокольчиков, которую может позавидовать любой музей, изучала Галина Жукова. Добро пожаловать к нам в гости. Колокольное царство Юлии Чуриловой впечатляет своим разнообразием. Здесь место с самым необычным экземпляром из разных уголков страны и мира. От увиденного просто глаза разбегаются. Колокольчики из России, Германии, Мексики, Испании, маленькие и большие, из фарфора, из стекла и даже из дерева. В общей сложности их насчитывается полторы тысячи. Здесь каждый колокольчик со своей историей и географией. Когда начинаешь погружаться в тематику колокольчиков, конечно же, радует и поражает разнообразие этих колокольчиков. И особенно то, что они выполнены в разных тематиках. Если это колокольчик, который отображает достопримечательность, то, конечно, у него есть история, потому что он выполнен, повторяет то место, в которое приезжают туристы, поднимаются, смотрят, фотографируют. То есть оно может быть не только на фотографиях. У меня это реальное изображение той достопримечательности, которую хотелось бы посетить. Есть колокольчики старинные, которые выполнены иначе. Мы привыкли, что колокольчик, да, он звенит, у него есть язычок внутри. А есть колокольчики, у которых язычок сверху. То есть это колокольчик мы можем видеть в кабинете. Я думаю, в музеях различные такие встречались. Либо в отелях, где вызывают, когда нужно обратиться с какой-то просьбой. Есть колокольчики такого характера. Да, вот тоже они. Это восточный колокольчик. То есть тут, конечно же, звон, какая-то, может быть, даже, можно сказать, религия и животные сразу. Коровы, да, приходят вот ассоциации. То есть такой приятный звон. И, конечно же, это сразу хочется посетить ту страну, посмотреть, как это все представлено в этой стране, в культуре. То есть всегда колокольчик – это отражение не только просто видения автора, но и еще, конечно же, культуры той или иной страны. В доме Чуриловых лишь часть коллекции, а вот другая половина хранится у мамы Юлии. Причина банальна – не хватает места. Но даже того количества колокольчиков, которые мы увидели, достаточно, чтобы понять, насколько уникальна коллекция Чуриловых. А началось все с фигурки слоника, которого Юлия приобрела в качестве сувенирного трофея. На тот момент она училась в школе. В 10-м классе девушка с одноклассниками отправилась в Ясную Поляну на родину Льва Толстого. Музыкальный сувенир слоненка стал первым в коллекции колокольчиков. Глиняный, просто изображающий слона. Не знаю, почему я приобрела, но, наверное, мне просто он понравился, показался милым. Он уже из-за того, что первый, его даже видно, он и падал, и мы его склеивали. Вот такая несчастная у него судьба. Но на самом деле он не очень дорог, потому что он действительно первый. А потом к слонику добавились звенящие сувениры от друзей и родственников. Незаметно для себя Юлия по-настоящему увлеклась коллекционированием колокольчиков. Каждый год ее коллекция пополняется новыми экземплярами. Это один из последних стеклянных. То ли из Дании, то ли из Швеции. Начало 20-го века. Брали в Москве, да? Брали в Москве, да. На Моголшином рынке один такой из последних. Сегодня Юлия Чурилова – желанный гость всевозможных ярмарок и выставок, где свои колокольные работы выставляют мастера со всей России. Она автор сотни статей, посвященных истории и умельцам колокольного творчества. Вообще колокола – это часть русской истории. Есть свои традиции и в других странах. Наверное, в каждой стране были колокольчики, просто у них было разное предназначение, как и сейчас. Здесь колокольчики подужные. Мне кажется, что именно Русь и подужные колокольчики именно в нашей стране, потому что все помнят, это тройку, да, лошадь пчится, и недаром посвящено много стихотворений подужным колокольчикам и фильмах, и музыку. Мы слышим, представлен колокольный звон. Конечно же, это храмы, монастыри, да, потому что какой может быть православный храм без колокольного звона? Расскажите его истории. Это колокольчик Воронежский наш, посвящен сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Муж подарил мне летом, на день рождения, вот такой вот колокольчик, очень звонкий, красивый. Ну и так как Пушкина невозможно не любить, конечно же, это очень приятный подарок. Да, приятный звон, да, очень красивый. Все колокольчики Юлии разделены не только тематически, но и по звучанию, в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Колокольчики, конечно, разные. И бронзовые, и стеклянные, и керамические, и деревянные, и из различных материалов. Вот здесь я уже вижу, вот стеклянный есть, да, колокольчик. Да, стеклянный колокольчик. Ага. Можно даже показать, да, вот это. Чешское стекло, да, вот такой, да. Колокольчик деревянный. Деревянные не имеют такого красивого звука, но они ценятся благодаря росписи. То есть это какая-то либо авторская роспись, либо промысел какой-то, да, либо вот изображение, что-то из нашей культуры. Это могут быть, опять же, сказки Пушкина, либо красивые какие-то сюжеты к празднику. Колокольчики могут быть из природного материала. Вот этот колокольчик из кукурузной лозы, листьев такой вот, да. Он, опять же, не имеет звука, но очень красивая техника исполнения. Из бересты вот такой колокольчик. Внутри есть такой шарик, который тоже издает звук. Или вот вязанный колокольчик тоже. То есть разные-разные материалы. Есть коллекции Чуриловой и авторские работы, символизирующие костюмы уездов Воронежской губернии. Идея собрать этнографические колокольчики Воронежского края родилась 10 лет назад. Они создавались на заказ воронежским мастером по керамике Натальей Пророк. Таких экспонатов коллекции Юлий Аж-12. Все колокольчики в виде барышень в народных костюмах расписаны вручную. У меня есть ножки, потому что язычок должен быть, да, у колокольчика. Но это был не просто шарик, мы решили сделать именно ножки. То есть еще и обувь, и... То есть костюм полностью восполнен в тех традициях, в которых он должен быть. Этот костюм, он характерен для какого дамы? Новоусманский. Новоусманский район Воронежской губернии. А вот вторая дамочка у нас? Сейчас. Нижний девицкий уезд. Вот у них как раз было характерно то, что они вставляли перья в головной упор. Мы как раз тоже отобразили. Это немного орнамента по рубахе, но зато все внимание именно уделялось головному убору. Своим увлечением преподаватель английского языка Юлия Владимировна заразила и домочадцев. Сегодня муж Михаил – главный помощник воронежского коллекционера Юлии Чуриловой. Мы вместе с семьей все участвуем в коллекционировании колокольщиков и с детьми тоже. Я, в частности, отвечаю за логистику, если мы куда-то едем в путешествиях, за сборы, как правило, потому что их надо всегда упаковывать, надо рассордировать, положить, чтобы все в целом доехало до места, если мы их везем на выставку куда-то. Ну и также, естественно, тоже уже интересуюсь, если где-то один оказываюсь без семьи, и стараюсь привезти колокольчик какой-нибудь из... Один раз в Великом Новгороде я был, привез Юлию колокольчик, но был без нее. Вот один раз еще там в Украине были, в Донецке тоже привезли. Так что вносим все лепту в коллекционирование. Младшее поколение Чуриловых тоже в стороне не остается. Четырехлетняя Маша пока до конца не определилась со своими пристрастиями. Девочка занимается танцами, любит путешествовать с родителями. Из каждой поездки она обязательно привозит звенящий сувенир, ведь пополнение коллекции зачастую не обходится без личного участия дочки. Школьник Тимофей, который в день нашего приезда был на занятиях, в свободное время пытается создавать свои колокольчики. Сын Тимофей ходит на гончарные курсы и иногда к празднику может изготовить колокольчик. Вот ко дню учителя сделан колокольчик в виде совы. Так что это очень приятно, что таким образом поддерживает, пополняет тоже дух своими руками. Есть у нашей героини и своя мечта создать в перспективе частный музей. А пока музеем стал ее дом, где хранятся удивительные экспонаты колокольной галереи Юлии Чуриловой. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Гандбольный клуб «Воронеж» провел очередной матч чемпионата России. Игра прошла в Башкортостане с «Акбузатом». Игру с уфимским «Акбузатом» в Воронежце начали с двух подряд пропущенных голов. Хозяева площадки продолжали наращивать преимущества и повели с разницей в пять мячей. Однако на прерыв команды ушли, имея в активе по 12 точных ударов. Равная игра продолжалась и во втором тайме. «Акбузат» и «Воронеж» попеременно выходили вперед, но оторваться от соперника не удавалось. Концовка встречи осталась с законболистами из столицы Черноземья. Серия забитых подряд мячей и реализованный на последних секундах 7-метровый штрафной бросок принесли победу «Воронежцам» со счетом 32-29. Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Фролов. У него семь заброшенных мячей. Это второй выигрыш подряд. Ранее под напором нашей команды не устояли саратовцы. «Буран» провел первый матч домашней серии. Соперником «Воронежцев» был «Нефтяник» из Альметьевска. Первую шайбу в игре с «Нефтяником» «Буран» забросил уже на 13-й секунде. Она на счету Егора Брызгалова. Через 10 минут преимущество увеличил Валерий Поляков. А вот затем инициативу перехватили гости и смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Перевести игру в овертайм «Воронежцам» удалось за 5 минут до финальной сирены. Шайбу забросил Александр Рэмов. Ну а в дополнительное время Александр Шипилов заставил 2120 зрителей скачать со своих мест, чтобы поздравить «Буран» с победой. В российской премьер-лиге прошли матчи 11-го тура. «Факел» играл в «Воронеже» с «Махачкалинским» «Динамо. Откладывать победы на потом факелу больше нельзя. Место в подвале турнирной таблицы заставляет. Но как же их добиться? Тем более, что встреча с «Махачкалинцами» началась с пропущенного мяча. Это заставило главного тренера «Воронежцев» Дмитрия Пятибратова провести тройную замену. Однако счет удалось сравнять только после перерыва. Гол на счету Ильнур Альшина. Ничья 1-1 в игры снова не удалось, хотя набранное очко позволило покинуть зону прямого вылета. Пусть и по дополнительным показателям. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! 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 Субтитры подогнали Симон!